Привет, меня зовут Самар, и сегодня я лечу в Будапешт, а Харьков при этом провожает прям такой волшебной зимой. Все, зачастились, загружаемся. Все, нас пустили в Боршином, мы добрались почти до дома и живем турецкую кухню Слава, турецкая кухня, которая есть везде и прочего. В Будапеште мы поселились вот в таком прикольном доме, а утром первого дня я вышел на улицу и увидел его. Будапешт стояла киротехи для того, чтобы видеть солнце, солнце, я три недели в Харькове его не видел, а может и больше. А еще трамваи прикольные. И в целом прикольно. Как город Будапешт произвел неоднозначное впечатление. В целом, дома как дома, улицы как улицы, люди как люди. Да, есть несколько интересных, прикольных, уникальных локаций. Например, знаменитое здание венгерского парламента, крутейший дом в стиле него готики. Но круче всего он смотрится с дрона или на фото с вертолета. Когда стоишь под ним, масштаб теряется. Очень крутое здание базилика Святого Иштвана, главный сапор Будапешта, на верхушку которого можно подняться и оттуда увидеть не только саму столицу Венгрии, но и границу с соседней страной. Главный обзор Будапешта, очень круто и очень круто. Кстати, пределим Будапешт как раз в 20-х числах декабря, то есть на католическое Рождество. И в Будапеште оно отмечается. Да, с одной стороны, это были еще ковидные времена, ковидные меры, ограничения. На те же ярмарки можно было входить только с сертификатом вакцинации. Но, тем не менее, были ярмарки, были украшения, были елки, световые шоу, был глинтвейн горячий на каждом углу. В общем, было весело. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Венгерская штука называется, как она называется? Уникум. И вроде это что-то уникальное, венгерское, очень крепкое. Да, короче, это как джин, только по крепости, по ощущению раза в два крепче. Уникальная штука, да. Спасибо. А это, ребята, Руин Бар, фишка Будапешта, запрошка, в которой сделали паб, кафешку и просто клевое творческое пространство. Мне здесь нравится. Знаете, друзья, насколько я не любитель баров и барных посиделок, Руин Бар Будапешта мне действительно дошел. В нем есть какая-то очень расслабленная, очень любопытная атмосфера. Ты можешь взять стаканчик чего-нибудь крепкого или не очень и прибиться к любой компании, взвести с кем-нибудь small talk или просто сесть где-нибудь в уголочке и наблюдать за людьми. Или просто бродить по комнатам, которых там огромное, множество, и все они по-разному украшенные, везде очень интересно. И вообще, насколько я понял, одна из главных фишек Будапешта, зачем летят в этот город, это бары. Не только Руин Бары, но и всякие разные тематические бары и клубы. Например, клуб, где на каждом этаже играет своя музыка. И вот если вы любитель клубной ночной жизни, то Будапешт вам зайдет. Будапешт явно город Фрабары и здесь очень любят город. Это дело, потому что сейчас вечер, 10 вечера, и движуха только начинается. Бутапешт не то самое старое в Европе, ну, континентальное Европе, потому что Волонда не старше. Сейчас посмотрим, что там интересного. Тут нужно сказать, что не все станции Мирпро в Будапеште выглядят вот так. Есть и современные высокотехнологичные станции с современными хай-тек поездами. Но центральная линия, которая идет только по центру Будапешта, выглядит вот так. Да, маленькие неглубокие станции, маленькие поезда на четыре вагончика. Это скорее аттракцион, чем транспорт, но прокатиться в нем стоит интересный и уникальный экспириенс. Одна из фишек Будапешта – это термальные купальни. Город стоит на термальных источниках, горячая водичка бьет прямо из земли, поэтому можно пойти и окунуться в горячую воду, что при минус-двух за портом очень актуально. Купальни Сечени – это самая популярная, самая известная из купалин Будапешта, а всего их в столице больше десятка, и там можно смело провести весь день. Потому что кроме бассейнов снаружи есть еще бассейны внутри в помещении, и там бассейны с водой разной температурой, несколько саун, душ-шарко, есть отдельную плату пивная сауна. И, как по мне, вот такие купальни – это лучшие места в Будапеште. Кстати, Будапешт носит звание города-курорта, именно благодаря термальным источникам. У него нет выхода к морю или к океану, но это город-курорт, потому что есть вот такие термальные купальни. Это было хорошо, а теперь в холодный внешний мир. Сейчас пойдем в замок с названием Вайдахунят. Выглядит он лучше называется. Я не знаю кто это, но это какие-то очень фэнтезюшные мужики. От всех этих замков и статуи в какой-то момент у меня буквально пошла голова кругом. Центральный рынок Будапешта интересен только зданием, в котором мы расположим. Оно старинное, красивое, а внутри самый типичный рынок. Продукты, сувенирка, рыба, мясо, одежда. Налетай, покупай. Да, это ведок бляшат. Пожалуй, не на одного, а на четверых. Но все равно это ведок бляшат. Если понимаешь, то я буду лишнюю спорю назову. Будапешки в трамваях и этих нужно компостировать. Тут я просто не могу не пошутить про то, что ретро-трамвайчики Будапешта выглядят новее и лучше, чем современные трамваи в Харькове. Сегодня мы переходим на темную сторону. Точнее, на правую, наверное, в сторону Дуная. Район на правом берегу Дуная называется Будда. Соответственно, район на левом берегу Дуная называется Пешт и вместе они образуют город Будапешт. Район Будда, на мой взгляд, менее живой, чем район Пешт. Здесь гораздо меньше тех же кафе на поесть, но все-таки в нем есть несколько интересных, знаковых для туриста я бы сказал локации. И самое главное из них это рыбацкий бастион, крепостное сооружение и церковь. Честно говоря, рыбацкий бастион вживую меня разочаровал. Наверное, проблема в том, что я заранее насмотрелся красивых фото. Красивые фото были сделаны хорошим объективом, издалека из дрона. Вживую впечатление было немножко другое. Так что место действительно крутое, просто у меня случился конфликт ожиданий. Вторая локация это Королевский дворец, в котором куча музеев, куча залов, куча экспозиций. По ним можно ходить день-два-три, если хочется посмотреть все-все-все залы, все экспонаты. Но, как я уже не раз говорил, я не фанат подобного времяпрепровождения. Я не люблю тратить все время в новом городе на походы по музеям. Поэтому я просто прогулялся по стене, посмотрел на Дунай, посмотрел на парламент, оценил весь его масштаб к стойке с другого берега. И на этом мое исследование Будапешта закончилось. Какой итог я могу сделать по столице Венгрии? Любопытно. Любопытно, посмотреть стоит. Обязательно стоит сходить хотя бы раз в хотя бы один руин-бар. Обязательно стоит поотмокать в купальнях. Ну и сделать программное фото на фоне парламента Арбатского бастиона. На то, чтобы полностью посмотреть Будапешт, мне кажется, хватит два-три дня. А потом можно отправляться в маленькие городки Венгрии, в провинциальную РУРАЛ Венгрию, которая, говорят, очень интересная. В это я с ним не добрался. Но, надеюсь, one day, one day все будет. Как обычно, я забыл поснимать наше жилье. Ну и снимай, когда уже собрались, поселяемся. Вот это первый этаж квартирки. И там еще второй этаж. Правда, нюанс там в том, что потолок низкий. Если ты выше, чем, не знаю, наверное, метр пятьдесят, то приходится ходить согнувшись. Но, в целом, неплохо. Есть кухня, можно при желании готовить. Есть кофемашинка, можно кофе из капсул делать. Ванночка неплохая. А сегодня мы выселяемся. Под конец поездки я задолбался просто в усмерть. Все задолбались. Тяжеловато было. Холодно. Такое. И вишенка на торте. Рейс задерживают на час с копейками. Пока что на час с копейками. Я надеюсь, это максимальная задержка. Но хуйнявс, хуйнявс. А вот так, друзья мои, выглядит Харьков с высоты птичьего полета. Все, меня таки выпустил Будапешт. Я вернулся в Харьков. И здесь, черт побери, минус пятнадцать. Минус пятнадцать. Ну, хотя бы снежок. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я пойду туда куда-нибудь, где потеплее.